Вы на канале Science Daily. Новости науки и космоса. Компания Джеффа Безоса Blue Origin отправила 6 туристов в суборбитальный полет. В четверг 31 марта с пусковой площадки Blue Origin 1 в западном Техасе стартовал корабль New Shepard с экипажем из 6 человек, и буквально через 10 минут экипаж уже вернулся на Землю. Состоявшаяся миссия получила название NS-20, потому что это уже 20-й полет корабля New Shepard. Но в то же время это всего лишь 4-й полет с экипажем. Первой миссией New Shepard с экипажем в суборбитальный полет 20 июля 2021 года отправился основатель компании Blue Origin Джефф Безос, лечица Уолли Фанк и еще двое туристов. Во второй полет компании в октябре 2021 года отправился Уильям Шэтнер, звездателли сериала «Звездный путь». А в ходе третьего пилотируемого запуска в декабре прошлого года среди пассажиров был ведущий программы «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан. Предполагалось, что в ходе состоявшейся миссии NS-20 в полет также отправится известная личность звезда шоу субботним вечером в прямом эфире Пит Дэвидсон. Но Дэвидсон отказался от полета после того, как запуск миссии был перенесен с 23 марта на 29-е. Место Дэвидсона занял сотрудник Blue Origin Гэри Лай, главный архитектор системы New Shepard. Помимо Гэри Лая на корабле миссии NS-20, в туристический полет отправилось еще 5 человек. Бизнесмен Марти Аллен, Шерон Хейгл, основатель некоммерческой организации Space Kids Global, Марк Хейгл, президент компании Trichol International, предприниматель Джим Китчен и Джордж Нилт, президент компании Commercial Space Technologies. Сколько пассажиры заплатили за полет, по-прежнему неизвестно. Blue Origin не раскрывает стоимость билетов. New Shepard – это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов, разработанный американской компанией Blue Origin. Он представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета-носитель при этом совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку. Основным предназначением системы является космический туризм. На этом все. Не забудьте подписаться на мой канал на других ресурсах. И до новых встреч!